Доброго времени суток, дамы и господа. Вот уже более 10 недель, Рыцари Смерти, Войны, Паладины пытаются получить Фералат Воздатель Снов. Кому-то повезло, выпало на второй неделе. Кто-то, как я, получил свой день рождения, например. У меня это произошло на второй КД Героя Крейде. Повезло, нереально круто. Топор сам по себе мощный, это факт. 496 item level, юзабельная кнопка, приятный чардж. Это всё круто, классно и интересно. Самое главное, аккуратно юзать этот топорик, то можно в какой-нибудь Войзоне умереть. Тратим определённое количество золота. Ну, типа, ещё момент, конечно, дороже, потому что шанс компания Blizzard недавно подняла на дроп легендарного топора. Таким образом, обладателей стало топорика очень много. И цена, например, на ту же кожу обсидианной кобры выросла. До этого кожа стоила 4000, сейчас 10 000. Поэтому, если вы не закупались реагентами, сейчас, конечно, голды уйдёт больше. То есть, раньше можно было сказать, что это дешёвая относительно покупка, сейчас потратим, наверное, в 2-3 раза дороже. Многие люди до сих пор задаются вопросом, а с кем же процентом лутается топор? По своей теории скажу так. 50 на 50. Либо да, либо нет. Третьего не дано. Либо вы лутаете топор, либо вы не лутаете топор. Все эти малые угли, большие угли по факту даны вам с целью того, чтобы как-то открыто немного показать шанс. Но каков тот шанс на самом деле? Он маловат. Но имеется задатамайненная таблица, которую мы можем глянуть, рассмотреть, таким образом понять, с каким шансом в какую-либо неделю вы получите свой легендарный топор. И когда вы получите его со стопроцентной вероятностью. Давайте альтабнемся, посмотрим всю эту таблицу. Gritter Embers. Ferrag Kills Science Week 3. С того момента, как сделали RVF Kill, мы с Ferrag начали вылутывать большие угли. Это прекрасно помним. Расскажу касательно этой таблицы, как ей пользоваться. Столбики, столбики, столбики. LFR. Normal. Героик. Mythic. Old. Что это такое? Это то, что было раньше. New это то, что с текущей среды. То есть, каков шанс. К примеру, сделав 6 мифических киллов, мы 100% получаем легендарный топор. Сделав 14 героических киллов, мы получаем топор 100%. Довольно-таки интересный прыжок по процентам. Возможно, это вызвано за счет малых углей. Мол, типа мы за эти 13 киллов полутаем, малых углей кучу. И таким образом наш шанс, он нереально вырастет. Если же мы будем выходить только LFR, то за 40 киллов 15% шанс у нас будет. С нормала 30% шанс. То, что было раньше, например, мой топорик, был получен с 1,5% шансом. То есть, у меня был один уголь, и на второй килл мне выпало. Как это правильно рассчитать? Ну, в общем, найс шанс прокнул. 1,5%, 2%. Прикольно. Я лучше, правда, полутаю лего пораньше, чем Ануриалоса. Ануриалос, он и так выпадет к апрелю. Маунт с мифического ферака. Ну, с мифика неплохие шансы, довольно-таки. К тому же, помним, что с мифика, с самого босса, может еще выпасть топорик, который можно просто-напросто раздать по мастер-луту. Тут же просто-напросто представлены таблички, схемы, графики, которые наглядно нам показывают зависимость от количества киллов к процентному шансу. То есть, зеленое это то, что новое, красное это то, что было ранее, нынче с героика, то есть мы лутаем почаще, а с мификой еще чаще. Окей, круто. Если же рассмотреть, например, прирост от малых углей, то 100 пролутанных малых углей дадут нам, наверное, плюс 60%. Непонятно, как точно это работает, складывается ли, или как-то там, может, перемножается, но все-таки малые угли, наверное, что-то дают. Раньше 100 малых углей давало 30%, но я не думаю, что кто-то налутал сотню. На текущий момент, наверное, у людей там 30-40 малых углей пролутано. То есть, это примерно плюсом процентов 20-22, ну, что-то такое, да, примерно. Окей, но по факту я всем желаю удачи, чтобы вам наконец-то выпал этот легендарный топор, потому что столько разговоров об этом. Хочу топор, хочу топор. Но, опять же, стоит понимать, вы так сильно его хотите, но многие бегают вокруг Вальдракена у фонтанчика. Как бы, топорик нужно реализовывать, поэтому нужно ходить мификрейды и высокие ключи. Надеюсь, пролутав топор, у вас все получится, и вы начнете этим заниматься. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!